Макс Глебов Звёзд не хватит на всех Игры старших 24 октября 2028 года Точка пространства в пяти световых годах от звезды Флей Борт имперского авианосца Адмирал Рик Мобилизация — верный признак того, что вооружённое противостояние сторон уже вышло за рамки понятия «пограничный инцидент». Ну а если начинают призывать в армию и флот всех подряд без предварительной проверки, значит дело пахнет жареным. Авианосец Виктору понравился, пусть и был он по меркам имперского флота уже сильно устаревшим, но для человека с Земли этот огромный боевой корабль выглядел весьма впечатляюще. Насколько успел узнать Виктор, получивший наконец вместе с гражданством империи свободный доступ к её информационной сети, Адмирал Рик только что прибыл в состав группы флотов «Е» после расконсервации. Понесённые в приграничных боях потери в кораблях нужно было чем-то компенсировать. В грузовом ангаре авианосца, куда Вершинина доставил шаттл с попутного транспорта, его встретил усталый и задёрганный мастер-лейтенант. Он показал Виктору его каюту и передал, что через полтора часа господину мастер-майору следует прибыть на доклад к командиру корабля. Бросив сумку под стол, Виктор осмотрел свои новые жилища и остался им доволен. Помещение оказалось довольно просторным, а назначение большинства бытовых приспособлений, однозначно вогнавших бы в ступор неподготовленного человека, было ему уже знакомо по кораблю «Силха». Виктор не стал задерживаться в каюте, предпочтя перед беседой с новым командиром прогуляться по авианосцу. Если бы не схема корабля в персональном планшете, Вершинин неминуемо заблудился бы в мешанине технических помещений, полётных палуб, ангаров и складов. Но с электронным проводником Виктор чувствовал себя уверенно и получал от блужданий по авианосцу, удивившие его самого огромное удовольствие. В итоге к командному отсеку, где располагался рабочий кабинет командира корабля, Вершинин подошёл в отличном настроении. «Мастер-майор Вершинин», — неторопливо протянул лидполковник Сорс, расположившийся в удобном кресле напротив голографического монитора. «Здесь написано, что ваше звание не подтверждено, как и ваша квалификация. Указана только военная специальность, пилот. Данных о последнем месте службы тоже нет. Гражданство империи вы получили неделю назад, а до этого жили на планете Земля, о которой я впервые слышу. Это вообще что? Похоже, вторжение Танланов так впечатлило флотский департамент кадров, что они совсем потеряли остатки здравомыслия. Не сегодня, так завтра адмирал Рик пойдёт в бой, а мне присылают человека, который никогда в жизни не видел машину, на которой ему предстоит летать». С каждым произнесённым словом командир авианосца всё больше утрачивал спокойствие, с которым встретил Виктор, явившегося к нему доложить о прибытии. «Что вы молчите, мастер-майор? Может быть, всё-таки объясните мне, для чего вас сегодня направили? Возможно, я чего-то не знаю». «Господин рейдполковник, боюсь я куда хуже вас разбираюсь в логике кадровой службы флота». Осторожно, ответил Виктор. «Могу лишь предположить, что профессии, указанные мной в анкете, и наличие у меня имперского боевого ордена, были сочтены достаточными основаниями для такого решения». Командир адмирала Рика вновь погрузился в чтение моего личного дела. «За особые заслуги перед Империей?» Удивлённо приподнял бровь лидполковник. «Ну да, тогда понять, наверное, можно». «Но нашей проблемы это не решает, мастер-майор». «У вас высокое звание, но получено оно не в Империи, а значит, дать вам в подчинении людей я не имею права». «Всё, что я могу сделать для вас с учётом всех обстоятельств, это своим приказом подтвердить вам звание лид-лейтенанта и доверить истребитель. Машины у нас не новые, как и весь корабль, но воевать ещё вполне способны, особенно в умелых руках». Сорс умолк, ожидая вопросов и возражений. Но Виктор молчал, и лид-полковник продолжил. «С этого момента ваш непосредственный начальник, лид-майор Лой, командир 4-й эскадрильи». «Доложите, что это я направил вас к нему. Он определит вам звено и конкретную машину». «Разрешите выполнять?» Виктор решил не донимать командира авианосца вопросами и разобраться во всём самостоятельно. «Ещё один момент, лид-лейтенант». Взгляд Сорсов зацепился за одну из строк в досье Виктора. «Земля! Это ведь планета из минус списка. Я прав?» «Так точно». «Тогда как вы смогли получить орден? Для этого как минимум необходимо встретиться с представителями империи, а для минус списка любые контакты с местными жителями под запретом». «Я не знаю точного ответа, господин лид-полковник. На землю вторглись кронцы, а прибывший из космоса имперский десантный полк пытался им противостоять. Мы помогали как могли, но на контакт имперцы не шли. А потом, когда всё закончилось, два имперских офицера прибыли на нашу военную базу и вручили мне орден, после чего сразу улетели. «Ладно, лид-лейтенант, когда-нибудь я, возможно, захочу услышать подробности этой истории. Но не сейчас. Свободны!» Субтитры создавал DimaTorzok